меня зовут Слава Короленков я очень рад, что вы присоединились к этому первому эфиру ну, второй, на самом деле, из ЦДХ мы как-то месяц назад выходили я хочу попробовать вот в этом формате в формате короткого, 30-минутного, наверное, эфира ну, кое-что рассказать и кое-что показать все это как прелюдия к таким вот вебинарам которые я собираюсь проводить где-то, я думаю, 13 апреля будет первый вебинар и там мы будем абсолютно детально изучать ну, то, что у меня открылось в живописи а сейчас пока такой, как это, блиц такой намек такой вот, ну, некий короткий такой короткая история на тему вот этого натюрморта почему я предлагаю вообще каждый день, наверное, писать такие простые вещи вот как там стакан там вот с коньячком, да или, я не знаю, вазочку какую-то или просто, я не знаю, ну, помидор там, яблоко потому что, не научившись разделять вот эти объекты вот эти цвета, которые мы видим, на составные мы просто запутаемся, если будет сложнейший натюрморт с кучей бликов, с кучей формы все такое, поэтому, ну, наверное, лучше начинать вот как-то отдельно с каких-то простых вещей попробуем это сделать на формате, это картон формат 15 на 20 масло картон загрунтован водоэмульсионкой вот тут есть какие-то у меня работы которые я сейчас недавно делал в этой самой, как она называется, страна забыл, когда пишу, все забываю в испании ну вот, и что, собственно, нужно сделать вот с этой точки, пожалуйста вот просто есть какие-то планы там, задний план, да, блик этот сильный ну, они отличаются, и этот план, да ну, этот цвет вот все это просто я разбираю на составные это можно рассматривать как упражнение вообще я как-то был, когда учился в Строгановке в гостях у Константина Антонова вообще он учился у ученика Фешина и он удивил меня тем, что он говорит, я каждый день делаю два, три небольших этюда это для меня просто, ну, тренинг постоянный это просто как гаммы у пианиста а вспомните, Рахманинов пять часов уделял он каждый день пять часов и известна эта фраза, что он говорил если я не поиграю я могу ошибиться вот в каких-то цифрах если я не поиграю день, по-моему, или два замечаю я если я не поиграю по-моему, три или четыре дня замечают мои друзья а если я не поиграю вот эти гаммы пять часов неделю замечают зрители так что это просто, ну, работа ну, давайте вот какой-то такой быстрый вариант сделаем это довольно вот такая вот замазка быстрая но желательно сразу взять ее в тоне мы можем посмотреть что мы видим там на нашем натюрмарте что самое там темное и взять этот тон самый темный ну, видно, да очевидно, что там вот эта штука она темная вот такая какая-то ну, вот мы ее и затемнили так у нас открывается сразу диапазон между там самым светлым который будет здесь блик ну, и так далее по градации попробую пописать а вы посмотрите ну, вот я тут уже ошибся поэтому сейчас будем исправлять ошибки в чем ошибся спросите вы, да? ну, кто-нибудь там спросит в чем за ошибка никто не спрашивает кто видит ошибку? здесь покажи еще натюрмарт но, на самом деле, это не ошибка это просто первая такая закладка но она уже ошибка видна никто не говорит там пока нет? не говорят ладно а зачем мне тогда говорить? никто не говорит я просто буду делать ну, ладно, я пошутил я скажу вот этот тон вот этот тон вот этой вот тряпочки светлее чем задний план посмотрите покажи на самом деле он светлее но художники часто делают главное научиться это видеть если мы это видим что этот вот тон светлее, чем тот то я сделал предварительно потом я просто ударю по нему светом и все будет нормально ребята вот и все смотрите я ударю вот или то затемню ну, задний какая-то кисточка распушенная ну, пусть нет, я такие не люблю так поехали дальше сейчас они сравнялись в тоне тон исключительно важная вещь если человек на мой взгляд вот на мой не видит тон то, какие бы красу тон не делал какие бы там он блечки не сочинял и какой бы красивый не был его рисунок вот тон раздевает художника он обнажает вот он видит его или не видит поэтому поэтому тот же Антонов и говорил каждый день два этюда каждый день все просто ты нарабатываешь нарабатываешь это видимо Константин Михайлович чудесный человек не знаю жив ли он когда с ним познакомился было давно уже 86-й год вообще сумас так поехали дальше поехали дальше ну вот даже этот тон отличается от того пишу дальше берем свисточку понизнее и есть конечно же есть вот эта область она отличается от фона но хочется что вот тут запас между этим и бликом должен быть серьезный поэтому фон так и просится на уплотнение как говорил Швандер надо уплотнять так здравствует Швандер уплотнили так теперь он отличается от этого и у нас есть запас на блик так а эту штуку это тоже в принципе какое-то пятно которое тоже отличается в тоне от заднего плана все есть берем дальше идем да очень важный момент на мой взгляд важно ничего не сочинять ну опять напомню тем кто знает наверняка эту фразу фешина он говорил что не пишите то что знаете пишите то что видите вот для меня это определяющая фраза одна фраза может изменить вообще ну все ощущения в живописи все понимание как вообще надо писать ничего не надо сочинять вот попробуй напиши вот как ты видишь вот ничего не добавляя ничего не приукрашивая вот как оно есть вот попробуй напиши и сразу будет сразу вылезут куча проблем да и написать надо точно все эти все эти штуки разложить безжалостно уничтожая переписывая то что неверно все эти финтифлюшки ах как я люблю ваши кто-то там мне пишет часто в комментах ваш мазок хренок вот фигок это все вот пока нет тона никакой мазок не имеет никакого значения это все последнее вот не будем сейчас я не буду стремиться ни за каким мазком ни за какой красотой а для меня важно сейчас просто показать что тон и цветовая температура ну нет ничего важнее еще раз повторю для тех кто но первый раз смотрит эфир я никогда не использую белила в чистом виде какой бы самый светлый ни был блик я смотрю на него в сравнении ну на этот блик в сравнении с чем-то другим что у меня в кадре и какой он цветовой температуры это очень важно вот 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 немножечко подмешал там кадмия немножко совсем и уже есть цвет работают просто просто белила не работают работают сочетания сочетания холода тепла например сочетания цветовых температур да можно это делать мастичином он дает некую некий такой эффект случайности где-то тормознется где-то пролетит да не получилось нет проблем сочистили все даже в этих бликах даже в этих казалось бы элементарных вещах нужно находить главное и второстепенное если они будут по массе равняться чем-то но это мы будем с вами потом изучать сейчас я просто капюшон вот так вот так здесь немножечко такая растяжка в сторону красного есть один мазок мазок имеет ценность вот один вот лучше сто раз чистить чем просто мазать мазать чистить еще раз положить так ну что там у нас есть лимончик да лимончик давайте перейдем да да еще важный момент хотел сказать что нет никакой необходимости вот все рассказывать но представляете встречайте вот сейчас я в деревне живу вышел на улицу встречается женщина соседка и начинает рассказывать как у нее дела все все и рассказывать бесконечно долго но это же умереть можно так вот в живописи нужно найти меру вот сколько рассказать и о чем нафига все рассказывать пусть будет лучше недосказ какой-то недорассказ поэтому вот этот недорассказ о говорили древние греки блажен тот кто не дослушал музыки не допил стакан вина ну у нас коньяк так что давайте не допивать в живописи вообще ну сейчас лучше напьемся потом так у меня тут светильник ставить немножечко сейчас я поставлю да еще хотел сказать очень важный момент если вы начинаете писать натюрморт задумали писать да уделите максимальное время вот постановке вот я наверное не знаю минут сорок я сегодня ходил думал поставил чего-то убирал ставил свет вот не надо торопиться и так сойдет так сойдет это значит и живопись так сойдет вот так сойдет нельзя надо добиться чтобы вот вы впечатлились чтобы у вас загорелся огонь какой-то и чтобы вам захотелось писать все это безобразие так что так сойдет мы про это забываем не надо не проходит в живописи не должно быть так сойдет и сверху там на этом помидоре немножко блик ну вот ну вот как он называется вот этот вот авокадо какой блик интенсивность его сравниваем с этим белым ну естественно он такой довольно-таки осторожный такой как Шерлок Холмс так дальше доктор Ватсон втянулся так сейчас ну вот смотрите сколько мы в эфире всего там за рассказами 20 минут 15 а в принципе есть какая-то какая-то среда в которой вот можно уже жить уточнять делать детали деталировку вот эту планировку перепланировку штраф и что еще то есть погромче голоса то приходится догадываться догадываться так а что же такое за безобразие у меня же тут а вот так если получше скажите я просто прибавил на телефоне чтобы догадки были более свежие так лучше или нет или так же кричать придется ну скажите кто-нибудь ребят хорошо все слышно сейчас нормально да ну все значит на телефоне просто у меня новый телефон я еще не умею вообще эти клавиши нажимаем оксана передает привет видимо это из Чехии оксаночка милая ой привет мой хороший так прага прага оксана во францию поехали кстати друзья сегодня новая информация мы берем написали что сначала что выкуплены все уже на артур во франции да как он там называется по следам мане еще есть один-два места потому что вот сегодня меня Инна сообщила организатор что мы мы берем большую машину где могут еще два человека поместиться поэтому Оксана давай вперед я тебя буду ждать спрашивают растворители и разбавители не используете ну как вот у меня растворитель без запаха пенен или как он называет сейчас покажу вот он MSH разбавитель без запаха а вот ну и больше ничего зачем никакое льняное масло оно только мешает делает вашу живопись более ну грязь там получается все же это ужас какой-то неудобно писать он уже разводит даже масло ну вот разводится как по сковородке а тут все так благопристойно все ну вспомните фешин он вообще парень был такой крепкий он говорил так писать с растворителем это греха это писать на растворителе ну что-то очень плохое это преступление во вспомнил даже на растворителе потому что он замешивал так и замешивал чтобы пожирнее был борщ понаваристей я думаю все как-то жидкое у нас ухо ребята хорошо карится ухо но жидковато так здесь тоже надо смотреть за цветовой температурой на всех этих вот бликах особенно вот всегда их сравнивать какая цветовая температура у всех бликов и тон разный и и цветовая температура тоже здесь теплее там холоднее но вам здесь может быть не видно потому что ну как увидишь что телефон не покажет а в природе когда вы пишете ну уделяйте этому просто большое внимание и будет все Наталья спрашивает где профессион больше узнать ну сейчас много книжек вышло когда 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 я учился весь институт и Строгановка и Суриковский сходили с ума у нас был в Строгановке один альбом такой большой листы такие с рисунками да на каждой перемене я бегал в библиотеку полистать рисунки и была одна иллюстрация цветная индианка такая стоит с кленовыми листьями по-моему еще так дети вертикальная такая в зеленом таком платье и это было бы просто восторг сейчас-то все есть посмотреть да и потом она пропала падла какой-то блин студент стырил так что сейчас найти не проблема где там что профессион ну что ребята в интернете где ну на английском много информации что опять там тихо говорю да или нормально ребят поднимите экран чтобы натюрмон был в верхней части экрана вот так вот так вы смахните эти комменты куда-то из жизни или они нужны да а как вы храните краски на палитре или каждый раз сейчас давайте так я просто тогда писать не смогу если буду сейчас отвечать ну или позже отвечу просто на ваши на все вопросы ну хорошо раз такое пусть будет в конце концов не так важно что я пишу что тут особенного вот смотрите вот у меня краски на палитре я беру пописал да сегодня беру вот эту пищевую пленку смотри вот она многоразовая и сверху вот так накрываю ну там чуть-чуть чтобы воздух туда не проникал все надо следствия спокойно лежит потом отлипаю ну чуть-чуть останется вся эта вот жизнь не страшно так еще запишу ребят вы в общем задавайте вопросы естественно я отвечу потом просто письменно ладно а то я тут сейчас натворю а вы меня ругать будете почему-то он такой написал скажите так мне нужно здесь доступ немножечко ладно а то я немножко сдерживаю сдерживаюсь вот такое хулиганство пошло а то все-таки я что-то возил возил мне побольше надо доступ побольше пространства вообще я люблю писать интенсивно чтобы ух ты зима ну чтобы все горело летала кисточка чтобы летала так ну вот в таком темпе это я сегодня за разговорами так немножко попишу поговорить мы с вами еще поговорим сто раз кисточка должна летать на мой взгляд это интереснее чем она ползает там слюнивая да и хочу сказать что вот надо писать так чтобы в каждый момент времени работа была ну закончена просто вы ищите новые решения вот и все а живопись это процесс просто процесс просто пока какой еще процесс ну вот ну вот у нас например здесь вот на улице по улице гуляет человек он гуляет каждое утро для него это процесс он ходит кругами ходит 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 у него нет цели никакой он просто ходит все время ходит ходит я куда-то уже съезжу в Москву вернусь а он опять ходит процесс танцуете вы например ну какой какая цель в танце танцуешь танцуешь вино пьешь коньяк курвазия не для того чтобы напиться а просто процесс пообщаться с обесенником просто процесс так и здесь пусть это просто движется сейчас вот такая картина да вот вы видите она в любом случае закончена даже сейчас когда остановиться естественно вы сейчас спросите когда остановиться когда остановиться остановиться лучше раньше почему ну вот еще раз покажу сейчас взял камеру в свои руки ну вот с моей точки где-то вот примерно так да звучит почему остановиться раньше ну потому что потому что почему остановиться раньше о например очень простой пример есть вот вкусно например еда жрешь жрешь и жрешь а потом пузо начинает расти лучше раньше останавливаться потому что у нас мозг устроен так чтобы тело нажиралось из-за того что потом не будет еды он впрок как бы да вот он хочет тело наесться наесться впрок давайте переключусь о на свою физиономию сейчас пока юля оператор отошла поделать так вот мозг посылает что надо еще надо еще потрескать но мы-то знаем лучше раньше остановиться ладно попробую еще пописать так ну что тут еще но в принципе наверное вот я думаю что вы уловили некую ну какую-то историю да вот вообще что тут есть и что надо конечно тут нужны какие-то еще детали можно их бесконечно уточнять и бесконечно все это ну так ну главное понимать в чем дело главное не нарушить то что есть вот что сложно и я люблю некую ну такую в живописи на мой взгляд вот ценится некая вот такая небрежность что ли как мальчик сказал хорошо дядя пишет только неаккуратно ну это же живопись что там ну наверное есть художники которые прям любят такие аккуратисты что ее ее аж до до блева извините сравнение ну вот посмотрите еще раз вроде бы сейчас уже так она складывается вот мы почти уже полчаса в эфире я думаю что вот основное то что я хотел донести я сделал вы понимаете что это может быть еще доработано и может быть я где-то еще трону так что давайте мы сейчас на этой ноте расстанемся и заходите по ссылке я на ссылке ссылку оставлю на ну на мой сайт это короленков .art там есть расписание значит моих классов и сайт новый и будут работы выкладываться так что все которые я делал до этого и буду делать впредь так что давайте до новых встреч я надеюсь что вам понравилось подписывайтесь на мой канал здесь в инстаграм и будем дружить дальше так что подсоци 2 2 2 3 3 3 4